Привет всем! Вы на канале Велари Лайф. Сегодня я хочу вам рассказать, как же прошли роды у нашей собаки, первые роды у нашей собаки, что ожидать хозяину в первые дни и недели после рода, ну и сколько щенков у нас получилось, и, конечно, как же они выглядят на данный момент. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Как известно, ну а если кому-то неизвестно, то собака носит своих щенков, точнее, ходит беременная примерно 2 месяца, а если быть более точным, 60-63 дня. У нашей собаки схватки начались на 62-й день. То есть она начала себя чувствовать беспокойно, у нее начал болеть живот, и любой хозяин поймет, что это началось. Мы ждали, что роды начнутся ночью, потому что сколько было у меня собак, обычно все они рожали ночью. Поэтому в эту ночь мы были готовы, и, конечно, все не спали. Но так получилось, что схватки не прекращались, а роды не начинались. Роды начались только вечером на 63-й день. Собака в этот день искала себе место, и она начала рыть подкопы, из-за чего мы ее изолировали в доме, чтобы она нам нигде тихонечко где-нибудь под сараем не родила щенков. Жасмин выбрала место в ванной, в ванной комнате. Это было для нас идеальное место, потому что эта комната довольно-таки ограниченная, и в ней очень легко убрать, потому что там везде керамическая плитка. Первых щенков собака родила примерно за 40 минут. То есть первых троих щенков она родила за 40 минут. Потом примерно полтора часа у нее была передышка. Мне казалось, что эти полтора часа были вечностью. Мы уже подумали, что на этом все. Почему подумали, что всего лишь три щенка? Потому что в помете, в котором родилась жасмин, была всего лишь три щенка. Но через полтора часа родилось еще три щенка. После этого она отдыхала примерно час, и родился последний седьмой щенок. То есть в итоге у нас получилось семь щенков. По три захода. После того, как собака родила всех щенков, вы поймете, она переключается уже больше на щенков. Ее уже не беспокоят никакие боли. И она занимается полностью щенками. В идеале ее обмыть. Потому что, сами понимаете, природа, всевозможные выделения, они имеют специфический запах. Поэтому в идеале собаку обмыть. И главное, очень важно, после того, как она родила щенков, вывести ее на улицу, в туалет. Я об этом читала во многих, во многих статьях. В итоге я же этого не сделала. Почему не сделала? Ну, во-первых, у нас не квартирная собака. То есть она на улице бывает столько, сколько ей хочется. Поэтому, когда она родила, и я позвала ее на улицу, а она не пошла, я подумала, что она не хочет. И так как собака была в состоянии аффекта, и в состоянии шока, ну и мы были слегка в шоковом состоянии, мы это дело упустили. На утро, когда собака, ну просто обязана пойти в туалет, Жасмин также отказалась идти в туалет. На что я решила проделать опыт, который рекомендуется во многих статьях. То есть взять одного щенка и понести к выходу. Что вы себе думаете? Когда собака увидела, что я взяла щенка, да, она отреагировала. Но когда она увидела, что больше ячей щенков осталось лежать рядом с ней, она никуда не пошла. Нам пришлось собрать всех щенков и понести в сторону выхода. И только тогда собака отреагировала и вышла на улицу. Когда ваша собака выйдет на улицу, дайте ей минимум 15 минут, потому что она вышла, а ее мозги с щенками. И она пытается вернуться к щенкам, а мозг еще не срабатывает на то, что нужно сделать свои дела. Поэтому когда она походила минут 10-15, только потом она вспомнила о себе. После того, как собака сходила в туалет, покормите ее. Если до родов собака наша ела очень плохо, очень перебирала с едой, ребята, после родов она в день питалась, наверное, раз 6-7. Она ела все подряд, все. Любой корм, любую кашу, кашу без мяса, хлеб. Ну, хлеб она и так любит. Просто чтобы есть. Поэтому запаситесь едой. Собака будет есть очень и очень много. Первые две недели у вас проблем с щенками не будет вообще. Они вроде бы как бы и есть, их вроде бы как бы и нет. Потому что ваша собака будет полностью заниматься щенками. Она их будет кормить и она будет за ними убирать. Не будет ни запаха, ничего. После того, как Жасмим родила, у нее примерно полторы недели были, скажем так, выделения. Это нормально. И выделения могут быть разных цветов. Поэтому я не ветеринар. Я вас не буду убеждать, что должны быть вот такие и только такие. Вы должны понимать, что неделя-полторы – это норма. И еще, с чем мы столкнулись, она начала терять шерсть. Это даже не линька. Она реально начала терять шерсть. И у нее, смотрите, она же у нас такая лохматая собака, появились залысины на некоторых участках тела. Я начала переживать, что это нехватка витаминов. Это, конечно, своеобразная нехватка витаминов. Но, прочитав кучу статей, многие пишут, что это норма, что после родов собака начинает сильно линять. И в этом я вспомнила, что обычно, когда женщина рожает, то через пару месяцев у нее начинают сильно-сильно выпадать волосы. Ну вот, Жасмин у нас истинная женщина. Мы с этим столкнулись. Но, смотрите, линяла она, наверное, где-то через неделю после того, как родила. А сегодня у нас 4 недели щенкам линька, ну или потеря шерсти, почти подходит к концу. То есть она уже не так сильно линяет, как это было несколько дней назад. И где-то на второй с половиной недели, на второй неделе у щенков открылись глазки, и где-то, наверное, ближе к третьей неделе мы начали их подкармливать. Потому что, конечно, это очень удобно, когда собака полностью занимается щенками, но вы сами понимаете, что собаку нужно беречь, и она не может за два месяца отдать все свое здоровье щенкам. поэтому примерно с третьей недели мы начали подкармливать щенков. И сейчас они у нас уже вовсю питаются кашами, пока что только кашами. Мясо мы еще не давали, и мы еще не давали собачий корм. Корму приучить нужно обязательно, потому что здесь собак кормят только кормом. И щенок, когда его забирают, он уже должен полноценно быть знаком с кормом. Ну, а сейчас я вам покажу наших малышей. Ну, и в итоге у нас родилось пять мальчиков и две девочки. Хотела сказать, пять мальчиков и семь девочек. Пять мальчиков и две девочки. Это у нас мальчик. Видите, какой он красивый. Вы видите, какие они большие. Если честно, если сравнивать их с немецкой овчаркой, потому что в моей жизни было очень много немецких овчарок, ну, это уже такой хороший, здоровый немец, наверное, где-то полтора месяца, судя по весу. А так, это четырехмесячный golden retriever. Что я могу сказать? Если вы готовитесь к первым родам с вашей собаки, конечно, обязательно у вас должен быть телефон вашего ветеринара. На всякий случай. У нас роды прошли без проблем. Но, сами понимаете, роды, ну, это везде индивидуально. Как у человека, так и у животного. Поэтому телефон надо иметь. К чему быть готовым? Основная сложность это первый щенок. Когда собака родит первого щенка, роды идут дальше, ну, грубо говоря, как по маслу. По идее, сложности не должно быть. Если вышел первый щенок, и он вышел здоровенький, то все, пожалуйста, просто ждите остальных. Собака полностью сама занимается щенками. Она перегрызает пуповину, она их тщательно вылизывает, она съедает вот эту сумочку, в которой вывалился щеночек. То есть, вы должны просто присутствовать рядом и поддерживать вашу собаку. Ничего делать не нужно. Так как у нас летние щенки, у них даже нет особой подстилочки. И целый день они проводят у нас на улице. Ну, а о том, как мы обустроили наши же щенков, как они поживают, что они кушают, как они играются, и во сколько их нужно вакцинировать, да и вообще, что нужно делать с щенками в первые дни их жизни, я вам расскажу в следующем видео. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Не бойтесь. Все у вас получится. Точнее, все получится у вашей собаки. Все будет хорошо. И у вас будут такие же красивые, такие красивые детеныши.